В Сочи десантники каждый год собираются на Цветном бульваре у памятников воинам, погибшим в локальных конфликтах. Возлагают венки и цветы. Сюда военнослужащие приходят, чтобы отдать дань памяти тем, кто рисковал во имя Родины. И вот эти условия, эти задачи, которые они решают, связанные с риском для жизни, они, конечно, сплачивают их. И именно поэтому это навсегда. Это дух, это сила в воле, это что-то на подсознательном уровне. Конечно, это навсегда. Бывших десантников не бывает. А в Сочи активно развивается молодежное направление. Поэтому на мероприятии так много ребят из военно-патриотических клубов. Они показали, чему научились, готовясь к службе в армии. И на призывной комиссии чаще всего эти ребята просятся в десантные войска. Даже знают песни про десантников, подпевают их. Это действительно один из самых боеспособных родов войск России. Они не только проявили себя в Афганской войне, но и в Великой Отечественной. И в ходе контрактивных операций. И в Сирии. То есть там, где десантники, там всегда победа. Сергей Дьяков служил в десантных войсках с 96 по 98 год. Говорит, прошло уже 21 год, а сны про армию еще снятся. Ну а праздник это святое. Для меня это праздник. Новый год даже не празднуем, а день ВДВ празднуем. Ни день рождения не празднуем, только день ВДВ. С семьей, с женой выезжаем, ездим, катаемся, встречаемся с друзьями, общаемся. Раз в год встречаемся с друзьями, все приезжают. Мужики, трехратно ура! 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 Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...